Добрый день! Ну что, добро пожаловать в спортивный комплекс «Бустан». Сегодня мы станем с вами свидетелями розыгрыша первого в истории Казанского университета Суперкубка по мини-футболу. Давайте этому поаплодируем! Ну что ж, и сегодня на этой площадке встретится обладатель Кубка университета по мини-футболу 2016 года. Победители чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов Российской Федерации 2017 года. Сборная команда Института физики! Их соперниками сегодня будут чемпионы первенства КФУ 2016-2017 учебного года. Обладатели Кубка Джома 2017 года. Сборная команда Института управления экономикой и финансов! Ну что ж, и открывает наш матч сборная команда Казанского Федерального университета по фитнес-аэробике с показательным номером «Новое поколение». Руководители Маслова Лариса Петровна, Ячменева Екатерина Анатольевна, Мартиросян Гульвард Мхитаровна! Ваши аплодисменты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Новое-новое поколение Мы выдвигаем свои решения Бьемся от скалы на грех не волны Мы будущие страны Мы открыватели новых судеб Новых побед и больших границ И никогда уже не забудем Ваших отважных лиц Не испугают нас катаклизмы В наших сердцах бьется сильный дух Ведь мы верны своей отчизне У времени новый круг Новое-новое поколение Мы прорубаем свое течение Бьемся от скалы на грех не волны Мы будущие страны Новое-новое поколение Мы выдвигаем свои решения Бьемся от скалы на грех не волны Мы будущие страны Здравствуйте, дорогие друзья Здравствуйте, большие поклонники футбола Мы ведем прямую трансляцию Спорткомплекса Бустан Здесь сегодня выявится Обладатель Суперкубка Казанского федерального университета По мини-футболу Пара комментаторов Роман Полинсков и Александр Дегтяров Работают сегодня для вас Специально из этого спорткомплекса Сейчас мы видим Номер Который открыл Сегодняшнее мероприятие Это Сборная команда КФУ по фитнесу и роберике Показательный номер Новое поколение Их руководители Это Лариса Петровна Маслова Екатерина Анатольевна Ячменева И Гульвара Хитаровна Мартиросян Такой прекрасный номер Открыл нашу сегодняшнюю трансляцию Друзья Ну а теперь я хочу передать слово Маймун Со-комментатору Александру Александр Доброе утро Привет Приветствую тебя Также дорогой зритель Ну и перейдем Наверное к тому Что у нас сегодня главное У нас играют команды Института экономики Управления экономики и финансов И Института физики Как соответственно Обладатели Кубка Ректора И чемпионата КФУ По мини-футболу Соответственно сегодня Будет выявлена Самая сильная сборная Казанского федерального университета По мини-футболу Ну а сейчас давайте друзья Перейдем к стартовым составам Начинаем конечно же Со сборной Института физики И вот мы видим сейчас друзья Стартовые составы команд Итак с какой сборной мы начнем Давай начнем наверное С Института управления экономики и финансов Здесь сегодня первый номер Ислам Идиатулин Вратарь 17-й Антон Тимохин Капитан команды Халиков Артур Номер 37 55-й номер Влад Каплунов Также 5-й номер Сардор Пирназаров Далее идет 23-й номер Закиров Рамиль Далее Очень знакомый мне Олег Батьков Номер 97 Следующий 19-й Фуркат Кадиров 77-й Очень удачный наверное у него номер Рамиль Шеймуратов Ну и последний в составе Ренат Иразудинов Номер 22 Главный тренер команды Руслан Юнусов Сейчас команды Появляются на поле Но появляется это Сборная Института физики Самое время их объявить так же Да ну а сейчас я вам скажу Состав сборной Института физики Номер 17-й Михаил Сесев капитан команды Номер 77-й Владимир Гиздатов Номер 10-й Айнас Харматуллин Номер 9-й Ренат Мингалеев Номер 12-й Михаил Копытов Номер 2-й Вячеслав Явенко Номер 22-й Матвейдер Аромашкин Номер 1-й Владислав Ашмяко Номер 23-й Булат Шавигулин Номер 33-й Айдар Загридинов Главный тренер команды Это Алексей Степанов А чем славится сборная Института физики по мини-футболу Это тем, что они, друзья, стали Обладателями первого места Чемпионата ССК России Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу Чем мы их еще раз хотим поздравить Ребята, это достижение реально достойное Именно Казанского федерального университета Достойно нашей команды Мы видели, как выбились именно там В Петербурге Как раз в преддверии Кубка конфедерации 2017 года Стали обладателями первое место на АССК России Ну раз мы заговорили про Кубок конфедерации Предлагаю нам до начала матча с тобой Немножко затронуть такую тему, как Чемпионат мира по футболу Давай до Чемпионата мира вернемся к тем, кто будет работать На этом матче у нас встречу будут обслуживать судьи Судья второй категории Владислав Зиединов Также судья третьей категории Виктор Морозкин Ну и судья-хронометрист Что естественно Ну и перейдем, конечно же, к группам на Чемпионате мира Буквально недавно состоялась жеребьевка Где мы и узнали, что соперниками нашей сборной будут Сборная команда Саудовской Аравии, Египта и Уругвая Будем верить в нашу команду Ну и, конечно же, болеть за нее и всячески поддерживать Также в группе Б команды расположились подобным образом На первом месте Португалия, как команда из первой корзины Далее Испания, Марокко и Иран Соответственно, наша сборная, сборная России В случае выхода из группы попадает на кого-то из группы Б Я могу предположить, что это либо испанцы, либо португальцы Соответственно, следующая группа, группа С Здесь французы, астралийцы, перуанцы и датчане Ну и группа Д Аргентина, Исландия, Хорватия и Нигерия Что хотелось бы сказать по первому квартету По группе А Очень грустно осознавать то, что матч-открытие Будет проведен самыми славыми командами По рейтингу FIFA А именно Сборная России и сборная Саудовской Аравии Рейтинг был составлен на октябрь 2017 года Но надеюсь, что наша группа все-таки будет интересно смотреться В отличие от других Например, группа Е Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия Эту группу представляют Группа F Германия, Мексика, Швеция и Республика Корея Я надеюсь, что шведы на этом турнире займут четвертое место в своей группе И не наберут ни одного очка Я очень на это надеюсь В группе G Бельгия, Панама, Тунис и Англия И группа H Польша, Сенегал, Колумбия и Япония Центральный матч этой группы Польша, Колумбия Будет, кстати, играться у нас здесь В Казани Ну а пока мы говорили о Чемпионате мира по футболу Который уже скоро пройдет в нашей стране Мы видим то, что Петр Чех занимает место В воротах Института физики Да, вот Так всегда Играет вратарь сборной Института физики Его больше называют Петр Чех Имена они И по его имени Ну что ж, мы готовы начинать Первый тайм Мяч разыгран Сразу Начинает сборная Экономистов Владеют мячом Пока не стремятся они сильно в атаку Ну и потеря Невынужденная потеря Мяч Покидает пределы поля Сейчас девяточка Девятый номер Института физики Это Ренат Менгалеев Разводит мяч Пока оборонительные действия Приносят какой-то определенный успех Экономистам Но К сожалению Атаку развить так и не удалось Начинаем Заново Теперь уже от своих По левому флангу Перевод сразу на правый фланг Через центр Это была очень хорошая Проникающая передача Но сейчас Передача низом Через центр Сейчас Но, увы, не успел Игрок сборной Института экономики Догнать этот мяч Теперь физики от ворот начинают Низом Вот сейчас действительно Низом Через центр По правому флангу Здесь защитник на мяче И С первых минут У нас Намечается определенный уровень Жесткости в этой игре Я надеюсь, что команды Все-таки будут придерживаться Дружественного стиля Но все-таки Кубок не позволяет Такую роскошь Команды Все же сегодня будут Биться Да, я тебе могу сказать, Саша То, что дружественный уровень Здесь, ну, никак нельзя Проследить Потому что Вспомним матч Недельной давности Когда мы с тобой Комментировали волейбол Там тоже Ну, не было Вот прям вот такого Ну, она была, конечно Дружеская атмосфера Но никто не хотел отдавать победу Здесь-то тем более Никто победу не захочет отдать Потому что и матч Идет за Титул Можно сказать Самого главного Чемпиона Казанского Федерального университета И мяч уже В очередной раз Уходит в аут Разыгрывать будут Игроки Института физики Ренат Менгалеев У мяча Ну, проходит уже Вторая половина игры Пока еще мы не наблюдаем Ударов по воротам Но опасных перехватов И стыков Вполне достаточно И теперь снова Фолл Судья С зорким своим взглядом Следит За происходящим на поле И, естественно Такой эпизод Без внимания не оставляет Разводит сейчас физики На фланг мяч ушел Должен быть перевод Куда-нибудь В центр Поближе к воротам Чтобы уже атака Можно сказать Нарастала По полной программе Потому что Игра идет пока только В середине поля И У ворот Сборной Института физики Сам институт физики Как победителя ССК России Пока не Собирается Очень сильно Так нападать На Сборный Института экономики Управления и финансов Но я могу сказать Что Ой-ой-ой И первый гол Первый гол Забивает Номер 37 Это Халиков Артур Он подкрался Неожиданно И наказал соперника За Неудачную передачу Начинаем с гола Это уже третья минута Отличное начало Сегодняшнего матча Но я хотел сказать Буквально за несколько секунд До этого гола Что Экономисты Очень плотно действуют В обороне Как позиционно Так и при отборе И Сразу Со стороны института физики Должен быть Давя в штрафную площадь Или отдай обратно И Потери Абсолютно Ненужные потери Сейчас Снова с мячом Будут экономисты Ну По первым минутам Можно сказать Что у нас вырисовывается Какое-то Лидерство экономистов Все-таки Да На самом деле Лидерство экономистов Чувствуется И Было Видно Как они Просто-напросто Сели В штрафной зоне Соберника Института физики И просто не дали нормально Выбить мяч Уже В Центр Поля И там дали Разыграть Сейчас посмотрим Что получится Из этой атаки Аккуратненько Институт управления Экономики и финансов Сейчас Немного Немного не хватает Боськова Олегу Чтобы добраться до мяча Но Теперь Атака Начинает Своей физики Очень неплохо И снова Снова Мяч К сожалению Выкатывается Человек Которого Скоро Увидите На нашей экране Да Денису Как никому другому Сегодня Естественно Хочется выйти На поле И погонять Мячик С командами Но он К сожалению Выступает Я думаю Точнее Игры за сборную КФУ В Бресте Хватило На самом деле Когда они Ездили в Белоруссию На Спартакиаду Союзных государств России Беларуси Месима Самое настоящее На правом фланге И снова Продавливают Экономиста Оборону Не без фола Но тем не менее Игра Определенно Становится Достаточно Жестна Несмотря на Лидерство По счету Экономисты Продолжают Давить И ищут Ищут эти Оборонские Ошибочки Вратарь Успевает Сейчас к мячу Выбивает Его Что очень Несвойственно Конечно Для мини футбола Вратарь Верхом Далеко бросает Мяч Но это все-таки Действие Вынужденное Да Абсолютно верно По регламенту Кстати друзья Скажу Играем мы сегодня Два тайма По 20 минут Грязного времени Ну Как в большом футболе После любого Время Не останавливается Если Счет По игре Будет равным То Будет Биться серия пенальти На что Я собственно Надеюсь Потому что Очень хотелось бы Посмотреть на Серия пенальти Деменатный голев Должен был Бить нормально Так Сейчас 55 номер Оборонец Блокирует Это был Каплунов Владислав Он заблокировал удар Спас Собственные ворота Абсолютно Точно Начинается Новая атака Экономистов Какая-то есть Заготовочка У них определенная Все-таки У физиков Наблюдается В обороне Некий Сумбур Что ли Потому что Некий Белизуцкий Наблюдается И сейчас Вот может стать Опасно Олег Батьков С мячом Отдает на фланг Теперь снова Назад Ну ищут Ищут эти Неприкрытые Соперникам Зоны Вот сейчас Один в один Обошел Вратарь Очень неплохо Сыграл Браво Петер Чех Браво Петеру Чеху Да-да-да Но Рамиль Закиров Походу Хотел делать дубль Но будем Надеяться Сегодня Не только Он будет Бить Поворотом Соперника Ну и физики Сподобятся На удар В створ Пока еще У нас таких Не наблюдалось Были только Удары Заблокированные Но институт физики Продолжает Нападение В сторону Института управления Экономикой и финансов Мяч уходит в аут Он остается У института физики Посмотрим Как они смогут Его разыграть В принципе Нам-то сверху Хорошо видно Здесь Как можно перестроиться Но к сожалению Ребята не особо Сильно видят Как можно Встать Чтобы мяч Все-таки Пришел Туда Куда ты его Отправляешь Поэтому Такие пробелы В обороне И Можно сказать В зоне полузащиты Мы И наблюдаем Сейчас Ему надо быстро Расставаться Уже с этим мячом По флангу Сейчас было Очень неплохо Но все-таки Передержал Мяглеев мяч Действительно Передержал Можно было Оформить Передачу Как к воротам Так и назад В принципе Оголить зону Защиты соперника Вполне было возможно Но сейчас Но сейчас снова Аут Скорее всего Будет Прямой удар Нет Прямого удара Не последовало Снова мяч заблокирован На этот раз Будут разводить С угла Угловой На этот раз Посмотрим Получится ли С угла поля Забить Института физики Не получилось Но здесь Должна пройти Хорошая контратака Но на скорости Увы Не успевать За мячом У нас сейчас Буйствует Действительно Буйствует Тренер Института физики Он я думаю Считал свою команду Явным фаворитом Этой игры Но не все Складывается так Как ты хочешь И у нас сейчас Первый раз В игру вступает Неслан Идиатуллин Ну так чтобы Мяч летел В створ ворот И он его забирал Я думаю да Это все таки первый Это первый А так он уже Конечно Сюда мяча Идотрагился Удар по воротам Два Олег Бочков забивает Два ноль Отлично Ну это была просто Дыра в защите Поэтому здесь Забивать было просто Необходимо Абсолютно точно Сказано Александр Счет два ноль Это преимущество Уже отыграть Будет намного сложнее Чем один ноль Посмотрим Как поведут себя Игроки сборной физики Я надеюсь То что они не рассыпятся Может у нас впереди Еще целый тайм есть До конца этого тайма Остается двенадцать минут Да Вполне себе возможно Выигрывать в этой игре И физиком Осталось только Забить как минимум Трижды Ну Мини футбол позволяет Или четырежды Ну а почему бы и нет Можно и семь Нам будет так только веселее Абсолютно верно Разыгрывают мяч Игроки сборной управления Экономики и финансов Они не думают останавливаться Они думают Пойти По полной программе По институту физики Практически во все зоны Ворот Петра Чеха Обстрелят По полной программе Я в этом сто процентов Уверен Девяточку уже Они по-моему Забивали Низом они Забивали Осталось только По-моему Лонгшотникам Бахнуть и нормально Сейчас фол Нарушается правило На Ринате Многолеве Будет штрафной Достаточно Опасной дистанции Я думаю Будет прямой удар Поворотом Заменка у нас происходит У физиков Да Заменка не только у физиков Заменка еще у Тагло Там почему-то Показа 0-1 Но посмотрим Удар Нет не удар Разыгровка Ну что это было Что это было Удар Нет К сожалению В створ сейчас Не попадает Не попадает Это Матвей Ромашкин был Но мне он почему-то Очень сильно напоминает Пола Сколза Пожалуйста С твоего позволения Так я его И буду называть Хорошо Называть так Как тебе удобно У нас есть Петр Чех У нас есть Пола Сколза И у нас есть мяч Который ушел За пределы поля Так У нас Проход 10 минут И пауза Сейчас Команды Смогут получить Ценные указания От собственных тренеров Думаю Физики будут сейчас Получать По полной программе Физики От Алексея Степанова Получат Самые ценные Наставления По поводу этого матча По поводу этого матча Знаешь Хотелось бы послушать Что он там говорит Честно говоря Не очень хочется Выслушивать это Я думаю У меня больется кровь Из ушей И мне станет Очень сильно больно Морально Хорошо Ну что ж Ждем мы Пока тайм-аут Закончится Ну что в принципе Можешь сказать По первой части Сегодняшнего матча Саша Саша Что ты можешь сказать По вот этому Десятиминутному отрезку Сегодня Ну Я ожидал Большего конечно Больше плотности В обороне От физиков Мне казалось Что эта сборная более опытная Но как показывает практика И игра Экономисты находят Определенные слабые зоны В защитных порядках Соперника Я думаю В физе будут вылезать За счет атаки И будут действовать По системе Бразильцев Забивайте нам столько Сколько сможете А мы вам столько Сколько захотим Но сейчас снова Экономисты Очень неудачный пас И будет Аут Пол Сколз С мячом Просилась Абсолютно просилась Передача Назад На второго номера Вячеслава и Овенко И сейчас Зрители Подхватывают Очнулись Они начали Подгонять Свою команду Но Институт физики Почему-то молчит Я слышу То, что Эконом Эконом Походу Эконом докажет То, что Свое звание Эконом-чемпион Посмотрим Как это будет Ну, у меня все-таки Плотное впечатление Что физики Смогут Дать Небольшой Бой Хотя бы С разницей В два Мяча Этот Эту игру Закончить То есть Не дать сопернику Побеждать 2-0 4-0 5-0 7-0 Они свое еще Сегодня Обязательно Должны сказать Сухой игры Нам сегодня Абсолютно Не надо Нам нужно Красивая И достаточно Жесткая борьба Это будет Намного Интереснее Контратака Сейчас в исполнении Института физики 3-2 Но К сожалению Промедлил Удар по ногам А надо было По мячу Промедлил Конечно Сейчас В своих Контраатакующих Действиях Футболист Снова Удар заблокирован Еще удар Но это было Прямо в руки Вратаря Поэтому Не стоило Переживать Хотя В целом Это был Первый Удар В створ Акцентированный Который Можно назвать Опасным В исполнении Института физики Исполнял Его Вячеслав Ваевенко Так что Возьмем на заметку Это Колодин Института физики Пушка у него Реально страшная Была Практически От центра поля Зарядил Так Но слава Богу Что вратарь Сумел Правильно Расположиться И забрать Мяч И снова Блокирует Его удар На этот раз Это был Номер 23 Булат Нет Это был Рамиль Загиров Прошу прощения Он заблокировал удар Не дал сопернику Попасть Створ ворот Угловой Посмотрим Как они будут Его разыгрывать Просто Ложатся Там уже Игроки Удачное Обранительное Действие Снова Угловой Либо аут Вблизи Этой зоны Я думаю То что Да Угловой Сейчас будет Разыгрывать Еще раз Как говорил Маэстро Уткин Как было у нас В детстве Три корнера Пенальти Да Но Вот три корнера У нас прошло Четвертая Слава Богу Не будет Физикам Надо сейчас По-моему Разредить Большую игру Перекладить Инициативу Свою Я думаю Что физики Уже Перехватили Инициативу Они владеют Мячом Чуточку Больше Но пока Не знают Что делать Пока мячу Экономы И они опять Начинают Разыгрывать От фланга К флангу Они просто Пытаются Перебежать С его Соперника И тем самым Выйти уже В центру Штрафной площади И хорошенько Пробить по Мячу Да так Чтобы был Очередной гол Один Я думаю Что если бы Он Делал передачу Чуть позже Защитник Смог бы Ее уже Накрыть Потому что Тут уже Не хватило Все таки Скорости Немного Ренату Но посмотрим Снова Атака Института Физики Снова Они по-моему С мячом Да Сейчас С линии Поля Разыграли Мяч Полсколс Неудачная Передача И снова Экономисты Будут пытаться Разрушить Оборонительные Редуты Соперника Очень Низко Опустились Сборники Управленцы И Пришлось Выбивать Мяч Далеко Чтобы не Привести Гол Свои ворота Как это Случилось На первых Минутах Когда Мяч Ворота Физиков Забивал Артур Халиков Физиков Или Фиксиков Как их сейчас Принято уже Называть Благодаря Титульному Спонсору Которого Мы видим На их Футболках Сейчас Батьков Олег Очень Неудачно Выбивает Мяч Но Вместе С тем Атаку Соперника Останавливает Посмотрим Как у них Получится Разыграть Этот Мяч Аккуратненько Пытаются Мингалеев Но Удар Снова Заблокирован Защитник И Там Было Без Вариантов Но Слава Богу На Их Счету Сейчас Будет Очередной Угловой Не поняли Друг друга Игроки Сборной Физики И мяч В итоге На стороне Института Управления Экономики Финансов Долго Почему-то Возится С мячом Теперь Антон Тимохин Начинает Атаку Передает На Олега Батькова Дальше На фланг Снова Перевод Ну здесь Уже Защитник Действует Уверенно Это был Снова Вячеслав Иовенко Как мы Его с тобой Назвали Пушка Страшная Сейчас Сейчас будет Удар Не будет Удар Это фол Но это ведь Фол Да Судья Показывал Мол Играйте Дальше Мяч У вас Это был Отличный Подкат И шикарно Сохранен Мяч Начинают Физики Хорошая Атака была Со стороны Института Управления Экономики И финансов И они Не собираются Действительно Останавливаться На этом Они будут И дальше Презинковать С его соперника Они будут Дальше Можно сказать По полной Топить Институт Физики Снова в игре Был Денис Давыдов Все-таки Очень сильно Хочется ему Я думаю Выйти на паркет Какой он сегодня Футбольно настроенный Да Мы все сегодня Футбольно настроены Я бы И сам с удовольствием Вышел бы на паркет И поиграл бы Сегодня в футбол Должен был Последовать удар Но капитан команды Сборной Сборной Экономики И финансов Справляется С этим натиском И выкидывает Мяч куда подальше От своих Ворот Очередная Атака Пошла со стороны Сборной Физики Им сейчас Главное Очень грамотно Разыграть Эту атаку Снова Снова не знают Что делать Физики И фол Сейчас Абсолютно Очевидный Фол Я бы даже За такое Наказывал Футболиста Честно говоря Потому что Фол был Абсолютно Умышленный Мяч Уже Улетел Куда-то Далеко И просто Была подставлена Нога Дабы Остановить Соперника Ну да Но ты видишь То что Понтуса Верблума Здесь нет И желтой Красной Карточки Раздавать Неком Посмотрим Может гол Со штрафного Сейчас прилетит В ворота Сборной Экономии И Овенко Бьет И попадает В стенку В капитана Команды соперника Антона Тимохина Угловой Будет снова Разыгран Теперь уже С дальнего Для нас Фланга Разыгран Ну такая Разыгровочка Большое спасибо Институту Экономики За то что Теперь мяч Разыграть Как-то по-другому Придумать Какие-то еще Варианты Придумать Еще какие-то Действия И мы продолжаем Это делать Мы продолжаем Наглублять За тем Как Институт Физики Пытается Разыграть Мяч Из аута Я думаю Что Они пытаются Что-то сделать За счет Вот этих Стандартных Положений Но вот сейчас Отличная Позиция Для удара Ногу Только можно было Поставить Немножко пожестче И в створ Ворот Попасть Это был Матвей Ромашкин Номер 22 Сборной Института Физики Ничто Нельзя назвать Это хорошим ударом Это можно сказать Пристрелка была Но вот Институт экономики Продолжает Доминировать На этой площадке Сегодня Очень часто Проходят Вот эти Разрезающие Двух или трех Защитников Передачи Но вот сейчас Можно создать Опасность Если не Передержать Мяч Как Вот в этом Случай Снова угловой Не думаю Что здесь Произойдет Что-то Особо Интересное А у нас Объявили Последнюю минуту Первого тайма И мяч Уходит Далеко И надолго От игроков Сборной физики Потому что Мяч переходит Игрокам Сборной институт Управления Экономики и финансов Я не знаю Что за сборную Институт физики Почему они так играют Почему они проигрывают 2-0 Но пока Пока физики Абсолютно Не могут найти Свою игру Мы все Прекрасно знаем Что могут Делать Футболисты Физического Института Института физики Но к сожалению Сегодня В первом По крайней мере Тайме У них это Не удается Ну вот и зрители Подключились Они подгоняют Свою команду Вперед А именно Эконом Может и за зрителей У института физики Играть не лагится Как думаешь Да я не думаю Что они сильно Привязаны К зрительским Каким-то симпатиям Первый тайм Завершен И сейчас У нас Будет Скорее всего Интервью С кем-то Из футболистов Обеих команд Давай подведем Итоги Первого тайма 2-0 Голы на счету У Олега Батькова И Артура Халикова Большое спасибо Ну что ж У нас сейчас В перерыве Интервью Ребята пока готовятся Они готовы Ну что ж Сейчас мы передам слово Нашему корреспонденту Денису Давыдову У него там Стоят Насколько я вижу Ренат Монгалеев И Главный тренер В сборной Эконома Руслан Юнусов Посмотрим С кем он будет Да на меня Сейчас к нам подошел Главный тренер Института экономики И чтобы его долго не задерживать Мы зададим ему Буквально один вопрос Руслан скажи пожалуйста Какие наставления Дадавал команде Первый матч И Силы И Сходя из счета Да я извинил Сходя из счета Наставления были Идти в прессинг После того как мы Повели в счете Мы играем спокойно В свой футбол Никуда не торопимся Спокойно держим мяч И Будет ли какие-то изменения Во втором тайме Может быть вы будете Играть глубоко от обороны Может вы пойдете в прессинг Что вы можете сказать Именно сейчас В перерыве по этому поводу Если они начнут Играть в большинстве То есть выпустят пятого То мы будем их прессинговать Если нет То будем сидеть в обороне Все спасибо Удачи вам в втором тайме Как повлиял быстрый гол на вашу игру Расскажи пожалуйста Как повлиял быстрый гол на вашу игру Мы хотели от обороны играть И контратак забивать Но так как мы пропустили первыми Теперь надо нам самим атаковать И отыгрываться И поэтому у нас игра чуть-чуть не ладится Но сейчас тренер даст отравление И на второй тайме мы будем настроены Сравнили счетик побеждать Да было видно что уже в концовке первого тайма вы прибавили Еще такой вопрос Видно что институт экономики меняется регулярно И они меняются полностью четверками У вас же замена происходит очень редко Вы меняете буквально только одного-двух игроков Не чувствуется ли усталость уже в концовке первого тайма? Усталость она конечно есть Все-таки экономика очень молодая, быстрая команда Но мы за счет опыта пытаемся играть Наша команда не такая большая из комиксов опасных Приходится играть замену одного-двух менять Но мы думаю стараемся Все-таки у нас большой опыт И постараемся соревновать счет все-таки У нас есть дух Его покажем Спасибо за поддержку с фронтами Удачи! Интервью у нас отзвучали И также отзвучал Отгремел, можно сказать, номер От студии Аэробики Казанского федерального университета Мы продолжаем нашу прямую трансляцию Первый тайм отошел к концу Сборный институт управления экономикой и финансов ведет со счетом 2-0 Игра пока идет в одну калитру И институту физики необходимо срочно что-то менять в своей игре Нужно срочно как-то решать проблемы в обороне Потому что такой футбол Или такой хоккей, как говорил известный комментатор 70-й год, такой хоккей нам не нужен Мы также говорим, что такой футбол, друзья, нам не нужен Нам не нужен сегодня футбол, который будет проходить в одну калитку Нам нужен красивый футбол Но это лично наше мнение Посмотрим, как в целом сложится второй тайм Институт управления экономикой и финансов уже готов начать Второй тайм Институт физики пока еще не особо готов Вот мы видим, что они выходят Да, выносят Петра Чехова на поле Говорят, братан, не переживай Мы сможем с тобой Эту игру Доиграть до конца И вытащить ее Почему бы и нет? Мяч у Института физики Разыграет Какая-то сумбурная, знаешь, игра у них получается Ну, знаешь, по интервью По истечении первого тайма стало понятно, что Ой-ой-ой Сейчас был плотный удар в исполнении полусколоза Ренат Мингалей все-таки говорил о некоторых проблемах своей команды Значит, все-таки не просто так мы говорили о них И снова удар, снова вратарь в деле На этот раз бил 17-й номер Это... Михаил Сисяк убил Да, так точно Ну вот пытаются они довести мяч уже до ворот Сборной Института управления экономики и финансов Но что-то не удается Снова удар Снова удар и снова не точно Начинается атака экономистов Капитан команды ее разгоняет В самом зародыше Перепасовочка с флангом Обратно в центр Снова на фланг И теперь снова в центр Но... Продавливает, продавливает Был нормальный, но, увы Для сборной эконома Защита Института физики наконец-таки проснулась и начала тормозить такие атаки Петер Чех в игре Менгалеев Сисев Сейчас практически в подкате действовал игрок А вот за Институтом физики Пол Сколдс Когда же уже дойдет мяч до ворот Сборной Института управления экономики и финансов Я надеюсь, что уже скоро Продавливаются экономисты, продавливают экономисты, но вместе с тем и валятся сами Но не до конца эта контратака дошла Свалили С ног Вячеслава Явенко Но это были очень удачные действия Антона Тимохина, капитана команды эконома Мне подкат этот даже с эстетической точки зрения очень понравился Было чисто сыграно в мяч Мяч уходит на угловой Менгалеев у мяча Посмотрим, как он сможет его разыграть Удар, по-моему, не шел в створ Но голкипер решил перестраховаться И все-таки перевел этот мяч на угловой Смотрим угловой под номером 2 Удар просто по ногам был Игроку в сборной управления экономики и финансов И в очередной раз мяч разыгрывает Институт физики Но сейчас можно заметить, что физики позиционной атаки перешли И весь, все начало второго тайма Мяч держат под собственным контролем Пол Сколд сейчас за центральной линией поля И отличный перехват демонстрирует Обводочка, но, к сожалению, неудача Держали они его в коробочку, можно сказать Действительно, сегодня поддержка есть, по-моему, только у Института управления экономикой и финансов Очень жаль, что мы не слышим Институт физики Институт физики, физфак и так далее И тому подобное, всей кричалки, которая есть у этой, можно сказать, ну реально мощной сборной Казанского федерального университета Напомню, последний свой матч на Кубке Ректора они выиграли со счетом 4-0 У Института социально-философских лунков и массовых коммуникаций Тогда игра шла только в одни ворота Так, походу, и здесь мог быть счет 3-0 И мог, мог Халиков Артур забивать гол под номером 2 лично для себя Но, к сожалению, в створ ворот не попал Еще один опасный момент в копилочку сборной экономистов Олег Батьков начинает разгонять свою атаку Переводит на противоположный фланг Снова перевод на противоположный фланг Гоняют они защитников соперника туда-сюда И появляется свободная зона, можно бить Не попадает, снова не попадает створ ворот Ты видел, как они нашли эту, можно сказать, лазейку Щелочку нашел Да, это было вполне себе неплохо Была очень классная зрячая передача Но, к сожалению Если бы он принял и где-то вот сделал один шаг и потом бы ударил Вот тогда был бы гол Я думаю, в таком случае его... Ну, что он обработать? Я думаю, в таком случае его могли накрыть уже защитники Но все равно обработать он тоже не успел Мяч с ауто разводим Сейчас экономисты будут, скорее всего, выполнять удар И мяч отлетает от защитника Практически попадая в одну из наших камер Денис Давыдов делает хорошую передачу Игрокам сборной экономы, чтобы матч шел еще быстрее Неудачная атака Точнее, неудачная... Закидушечка Неудачная закидушечка Хотели они как-то разогнать эту атаку Но слишком сильно была отдана передача На ход игрокам сборной института управления экономикой и финансов Мяч будет выводиться сейчас из ауто Ну, как думаешь, будет гол-то в итоге, нет? У сборной физики Я думаю, что физики найдут все-таки свой момент Но до этого момента экономисты забьют еще один А может быть и два И вот сейчас вполне можно было забивать Я думаю, что вратаря уже можно назвать очень надежным А ворота института физики, я напомню... Института управления экономикой и финансов, я напомню, защищает И Диадуллин Ислам У него все очень хорошо получается сегодня Боюсь сглазить Да хотя не, я думаю, можно сглазить, чтобы у нас игра пошла как-то подинамичнее Третью главу уже разводят Игроки сборной физики И сейчас мяч в штангу попадает и снова во вратаря Мяч залетел бы на ворота института управления экономикой и финансов И как было бы им обидно, когда они пропускают такой, можно сказать, подлый гол Который смог закраться в ту щель, которую не смогли закрыть игроки защиты сборной экономики Ну, а вратарю, я так понимаю, досталось Потому что он корчится от боли вратарю института экономики Но я думаю, что он все-таки с этим справится Просто немножечко сбил дыхание Игру останавливать никто из-за этого, к сожалению, не будет Мы продолжаем Мяч выводится из аута Сейчас посмотрим, как будет дальше развиваться событие в этом матче Пока счет 2-0 Держится сейчас, может быть, уже 3-0 Но нет, 3-0 не будет Передача, к сожалению, не нашла кого-то из собственной команды Просто вылетела за пределы поля Свисток Видимо, как-то неправильно разыгран был аут Перехват, ну что же Нет, мяч вышел Что нравится сборной института управления экономики и финансов Они доигрывают все моменты Даже если они не успевают к мячу, они все равно бегут к нему Чего нельзя сказать о сборной института физики Но тут скорее физики выступают на опыте И больше понимают, куда, наверное, полетит мяч А экономисты на желании несутся за абсолютно каждым снарядом Но желание пока берет свое Счет 2-0 Желание пока берет свое И фанаты сборной эконома в очередной раз просыпаются Начинают поддерживать свою команду Неприятное столкновение сейчас между Булатом Шафигулиным и Владиславом Коплуновым Не смогли они там разминуться И в итоге ноги перекрестили так, что ударили друг друга Наверное, это было больно Да, до сих пор Влад продолжает опускаться и хромать Я думаю, его сейчас заменят Да, прямо сейчас его заменили Ну, к счастью, в мини-футболе количество замен не ограничено По-моему, сейчас вратарь находился с мячом в руках за пределами штрафной площади И за это можно было его наказывать Но судья, к сожалению, этого не заметил Хотя, в принципе, в таком случае мы бы получили Удар по воротам! Ой-ой-ой! Это, блин, самый шикарный гол сегодняшнего матча По-другому его не назвать Удар в дальнюю девятку Такие не берутся Даже на маленьких мини-футбольных воротах Такой забрать было невозможно И сейчас, можно сказать, в нашем матче появляется интрига Как бы не посыпалась сборная «Эконома» Сейчас посмотрим Вячеслав Ваявенко записал гол на свой счет Менгалеев, он же, он играл мяч Непонятно Непонятно, что судейство Судьи второй и третьей категории обслуживают этот матч Я напомню, это Владислав Зияздинов и Виктор Морозкин Жалко то, что у нас нет системы видеоповторов Которая помогла бы судьям разобрать некоторые моменты Как, например, с Энатом Менгалеевым С нашей позиции, ну, казалось то, что игра была чисто в мяч Ну... Сосов сейчас мог сравнять счет Но, увы, его зажали в коробку и не смогли ничего сделать Дальше игроки сборной физики Я думаю, что у нашего зрителя есть система видеоповторов И поэтому он этим выгодно отличается от судей сегодняшнего матча Это, да, это абсолютно верно И передача на судью Как он шикарно сейчас сыграл пяточкой Показал, кто здесь мастер Сейчас главное институту физики не давать институту экономики Разрядить игру, разрядить обстановку, чтобы игроки могли успокоиться Я думаю, на кураже институт физики сможет забить второй гол Как, например, это сейчас могло было быть Но, увы, нет, счет так и остается 2-1 Нелюбимый счет Фабио Капелло, прошлого тренера сборной России по футболу Позапрошлого Смотри, что он делает, да Это был очень шикарный подкат, который остановил опасную атаку соперника Сейчас мяч с аута будет разводиться Ой-ой-ой! Это плюшка, вот это плюшка просто Какая плюшка влетает в ворота Института управления экономики и финансов И сейчас, можно сказать, вырывает пальму первенства, лидерства Как угодно можно это назвать? Физики И я думаю, сейчас экономистам надо брать тайм-аут Либо как-то прижимать свою игру И собираться Собираться, потому что команда явно начинает сыпаться Более опытные физики сейчас могут взять верх просто за счет своего опыта и класса Ведь соперник немного подавлен Да, я думаю, и немного Да, вот мы сейчас видели, Рамиль Загиров на нервах уже просто не смог отдать мяч в штрафную площадь И выкатил его сейчас за лицевую сторону И тем временем сборная института физики не собирается останавливаться Матвей Ромашкин пытался забрать этот мяч, но, увы, у него не получилось Посмотрим, что будет дальше Пытается успокоить, можно сказать, игру сборная института управления экономики и финансов Лучше бы они этого, конечно, не делали Потому что такая суета сразу на поле становится Ребята просто уже почему-то боятся идти вперед Хорошая сейчас была передача На параллельный фланг И удар уходит в аут И удар идет в Дениса Давыдова, а надо было все-таки в ворота Удар был в створ Дениса Давыдова Посмотрим, как эконом сможет разыграть этот мяч Удар по воротам не точно Мяч перелетает в створку в ворот института физики Знаешь, вот сейчас экономисты начинают действовать примерно так же, как физики в первом тайме Они имеют некоторое количество владений мячом, но не знают, что с этим самым мячом делать И лупят просто выше, правее, левее, но никак не в створ ворот Здесь хотя бы лупят, в первом тайме мы не могли видеть такое, что суд физики лупил прям по воротам Нет, но определенные удары были Но, увы, это было уже понятно, что гола не будет И Михаил Сисев сейчас был с мячом, мог развить атаку по левому флангу Увы, у него это не получается, защитники его останавливают моментально Посмотрим, как разыграют игроки сборной структ управления экономики и финансов этот мяч Возвращают его в зону защиты Мне показалось, что кто-то там начал кричать и с ним Я думаю, это был гип-гип Неудачный перевод был Сейчас физики берут тайм-аут Я думаю, тренер хочет, чтобы его команда дожала соперника и оформила в этом матче волевую победу Но я думаю, та или иная победа, победа любой из команд сегодня, можно назвать ее волевой, потому что матч Сейчас физики уже практически легли на паркет Тренерам что-то объясняет на доске Какую-то втирает им какую-то тактику Ну а экономистам нужно все-таки собраться в более моральном плане, чем в плане тактическом Попить водички, собраться силами, ну и не давать физикам так легко проходить собственную оборону В принципе, у нас получаются достаточно зеркальные таймы То есть первый был целиком под эгидой Института управления экономики и финансов Сейчас же на соперника очень сильно давят физики Ну и, соответственно, в первом тайме 2-0 вели одни, а во втором тайме 2-0 повели другие Суммарный счет, напоминаю вам, 2-2 Ну что ж, надеемся В маленьком тайм-ауте Тренеры своих сборных сумели достучаться до своих ребят Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, что будет в последнем отрезке этой игры Хотя, я думаю, то, что не последний Вот было бы очень реально интересно посмотреть на серию пенальти Удар по трибуна Ренат Неразудинов решил пробить именно по трибуну А не по воротам Института физики Не дает Мингалееву нормально принять мяч Его уроняют рядом со штрафной площадью Но, слава богу, то, что это не штрафной У меня сложилось плотное ощущение, что это был нырок Потому что, ну и судья показал просто вставай Слишком уж легко футболист принял горизонтальное положение Сейчас атака экономистов позиционная Пока не знают, как и куда проходить Но вот сейчас может быть более-менее опасно Нет, мяч уходит в аут снова Увы и ах, сборная эконома почему-то сейчас не может нормально дойти до ворот сборной Института физики И забить третий И, можно сказать, наверное, решающий гол в этой игре Ну вот сейчас, сейчас не так была, конечно, подставлена нога Надо было завершать, бросать в ближний угол Но, к сожалению, мяч попадает прямо в вратарё Судья свистит, это фолл И фолл в достаточной близости от ворот соперника Я думаю, будет прямой удар И удар достаточно опасный Посмотрим, со штрафных мы ещё удары не наблюдали Обычно разыгровочки Михаил Сисёв у мяча Он будет либо подавать, либо бить Я надеюсь, что последует хороший, мощный удар Или же разыгровочка, которая здесь у нас уже вырисовывается между... На второго номера сейчас пойдёт передача Ну, конечно же, и удар К сожалению, снова не точно Но мощно, как и в предыдущие разы Вячеслав Иовенко мог делать уже дубль для своей статистики И 3-2 для своей команды Но, увы, не удалось Мяч ушёл выше ворот Нападение Института управления экономики и финансов Разыграют они удар и... И Олег Батьков не попадает в створ в ворот Мяч, как надо, не лёг ему на стопу К сожалению, покидает пределы поля Нормально даже ударить по мячу И он улетел в абсолютно другую сторону от ворот Но мы продолжаем расстреливать трибуны И Овенко Сисём с мячом Защитники грамотно действуют Я пытался сзади отобрать мяч, увы, не получилось Здесь всё-таки явный фолл, толчок в спину Да Ну, заметно стало, что сила у команды поубавилась Но желание только прибавляется Институт управления экономики и финансов в очередной раз проверил На месте ли воротарь или нет У сборной Института физики воротарь на месте Но сейчас надо уже проверять, на месте ли воротарь сборной эконома Почти на месте, можно сказать Ну, такие мячи воротарь, конечно, обязан был брать Сейчас отскок неприятный И мяч уходит на угловой Сугубо ошибка воротаря Просто уже хватал Твой любимый полус-колус игрока Сборная эконома Так что будут просто разыгрывать этот мяч Хорошая разыгровка, но воротарь на месте Он парирует эту угрозу до своих ворот Я думаю, сейчас надо было всё-таки 23 номеру делать передачу Но он почему-то либо не попал по мячу как следует Либо решил ударить И ближний угол воротарь, конечно же, держит Олег Батьков с мячом Решил пробить, но тут были ноги соперника Просто не получается у сборной эконома сейчас довести Свои атаки до конца, до взятия ворот У меня складывается почему-то ромплотное ощущение, что мы именно с таким счётом и закончим Я тоже так думаю, Александр, что матчи закончатся в основное время со счётом 2-2 И мы будем наблюдать за серией пенальти Но лично я ни разу не против, обожаю серии пенальти Я полностью с тобой согласен Все прекрасно знают, что серия пенальти – это как лотерея Получится, не получится И также накал страстей Если воротарь смог отбить мяч, то он герой Если не смог, ну, увы Ничего страшного не произошло Воротарь не обязан всё-таки этим заниматься Если у него получилось, он молодец Не получилось, ну, значит, удар был очень хороший Скорее всего Да, а вот если не забивают Игроки То, увы Не могут Вот сейчас опасная атака могла бы быть И контратака опасная тоже могла бы быть Но всё, прервана Защита сегодня у обеих команд всё-таки Несколько сильнее, чем нападение Что, в принципе, логично Да, абсолютно верно, Александр Михаил Сесёв пытается как-то разыграть этот мяч Надует на Мингалеева И говорят, что последняя минута второго тайма За это можно дать За это можно дать не только жёлтую карточку Было сыграно явно грубо И явно с намерением сыграть грубо Ренат Розудинов Обладатель первой жёлтой карточки в сегодняшнем матче Я думаю, последний Потому что матч всё-таки собирается уже заканчиваться Да, сфалил он на Матвея Ромашкина Очень грубый фолл был Осталось 30 секунд Сейчас Олег Батьков пытается разогнать последнюю атаку своей команды Нет, физики побегут Нет, нет, атака остановлена Я думаю, это самая последняя атака в этом матче Я думаю, что нет, что сейчас физики смогут разыграть этот мяч Вот, например, на Мингалеева Мяч доходит до штрафной зоны Он уже был в этой штрафной зоне Но, увы, гола не было Всё Финальный свисток Нас ждёт серия пенальти Просто поаплодирую этому матчу, друзья Сегодня было очень жарко и нельзя назвать, что какая-то из команд была достойна победы больше, чем команда соперника Сегодня мы видели очень ровный и равный матч Абсолютно верно, Александр, но сейчас мы увидим с тобой, наверное, абсолютно ровную серию пенальти Посмотрим, насколько долго она продлится и как быстро смогут взять победу игроки той или иной команды Рома, я предлагаю тебе пари Давай, на кого ты поставишь в этой серии пенальти? На сборную физиков и отдельно на, сейчас точно скажу, на Вячеславу Леонидову, на пушку страшную И на Вячеславу Мингалееву Хорошо, тогда я буду болеть персонально за Олега Батькова, ну и за целом всю сборную института управления экономики и финансов В целом мне очень понравился их вратарь, а в первом тайме, во втором тайме было, конечно, определенное количество ляпов, за которые нужно, важно исправляться И сейчас самое время, чтобы сделать это, чтобы принести победу своему институту Победу суперкубки Казанского федерального университета по мини-футболу Сейчас бросают монетку команды, определяют, кто будет бить первым И в какие ворота мы будем бить Просят замену трибуны, как я понимаю Трибуны просят заменить их, я так понимаю Будут бить с левой стороны вот наших телекамер Что очень хорошо, по сути, и нам с наших позиций очень хорошо будет видно за ударами Располагаются команды на центральной линии Сейчас мы поймем с вами, кто будет первым бить, а кто первым, соответственно, отбивать Да, я вижу то, что у сборной института физики появляется Давид Дехея, насколько я понял Да, такой рыжий Давид Дехея, который сегодня на поле так и не появился И не появится, судя по всему, потому что вратари у нас на серии пенальти все те же самые И первыми будут бить экономисты К мячу подходит Антон Тимохин, капитан команды Ему будет Владимир Гиздатов, номер 77, он же Петр Чах Ну что ж, посмотрим, итак, первый удар Давай, просто помолчим Просто помолчим, посмотрим Шикарно, шикарно в нижний угол, без шансов абсолютно для мотаря Удар бильярдный, что называется Наверное, так, к мячу подходит дружка страшная, Михаил Вячеслав Иовенко Против него Ислам Идиатулин Посмотрим Посмотрим Смотрим, посмотрим Да Какой длинный разбег Очень большой разбег берет Вячеслав Иовенко Удар по воротам Штанга Ай-яй-яй Какая досада, как так И вратарь абсолютно был неудел Он решил прыгать в противоположный угол Штанга, которая двигает ворота с места Очень мощный удар, который обязан был завершаться голом Сейчас К мячу подходит Владимир Гиздатов должен просто решать Он должен парировать эту угрозу для своих ворот Каплунов Владислав, номер 55, будет выполнять удар Все сконцентрированы, весь стадион молчит, помолчим и мы Гол Это снова гол Два гола Уже есть на счету сборной Институт управления экономики и финансов И еще ни одного Со стороны института физики Михаил Сесев Капитан команды, подходит к свечу Он будет выполнять следующий стандарт Сейчас самое время забивать Иначе команда будет проигрывать уже 2-0 И это, похоже, будет страшно Разбег Удар Штанга! Снова мяч попадает в штангу Счет 2-0 Если сейчас Олег Батьков забивает, то матч заканчивается со счетом 5-2 Я, пожалуй, скрещу все пальцы на всех руках и на ногах за Олега персонально Решающий удар Стадион Практически целиком сохраняет молчание Удар! Гол! Да! 3-0! Отлично! Матч завершен Победу в нем одерживает Сборная Институт управления экономикой и финансов Они обладатели Супер Кубка КФУ по мини-футболу Самое главное, Александр, сборная эконома Это первые обладатели первого розыгрыша за Супер Кубок КФУ Действительно, был очень хороший матч И очень хорошо то, что первый матч завершился именно серией пенальти Это было очень интересно наблюдать Сейчас команды выжимают друг другу руки Но мысленно, мысленно экономисты уже где-то в кафе, где-то отмечают победу Потому что это был очень жаркий и очень трудный матч В котором победа досталась ужасно нелегко Я поздравляю экономистов Ну а физиков призываю не расстраиваться У них все впереди Команда очень добротная, сыгранная И у них будет еще абсолютно все Ну а сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Денису Давыдову У него на бровке сейчас Владимир Двоеносов, заведующий капиталю Яркий спортивный праздник, праздник футбола Действительно, вот уже в историю вошел этот матч Первый на суперкубок, значит, между сборными института физики, управления экономикой и финансов Сама игра показала равенство команд И только серия пенальти определила победителя Это говорит о накале борьбы, накале страстей Действительно, по-настоящему праздник футбола Ну а культурная программа у нас, как всегда, изумительно Очень хорошие номера показательные Девушки показали из отделения аэробики спортивной Ну, я считаю, что праздник спорта сегодня у нас удался Да, и как вы уже видели, сегодняшний матч был первый в рамке суперкубка казахского федерального университета И планируется ли сделать измерение традиционным? Да, конечно, то есть яркое такое зрелище спортивное Действительно, футбол эмоциональный захватывает Как болели болельщики, то есть был ажиотаж на трибунах В общем, действительно, это праздник, и это надо продолжать И на прошлом деле вы видели подобные мероприятия в Радске, в поликольных соревнований Сегодня минуты, но планируется ли еще в течение этого года, но и до конца декабря Провести какое-то подобное мероприятие, здесь есть признание? Да, мы продолжаем Это серия спортивных мероприятий, посвященных дню рождения университета И 13 декабря в Униксе у нас пройдет турнир по баскетболу Между сотрудниками, преподавателями и студентами нашего университета Тоже приглашаем всех, будет яркое зрелище, надеюсь, и такая же бескомпромиссная борьба Все хорошо, спасибо Ну а мы продолжаем прямой эфир, друзья Друзья, прямо сейчас на площадке выступает Brave Soul Group Сборная команда по хип-попу Казанского федерального университета Вокладители Кюльвара Мехахна, Мартиросяна и Анастасия Годунова На их фоне я предлагаю подвести итоги сегодняшнего матча, Александр Ну а что тут подводить? Эконом чемпион Эконом чемпиона, они доказали это Они смогли доказать то, что глаголят уже несколько лет в Казанском федеральном университете То, что сборная эконома – это чемпион Казанского федерального университета Ну а дальше они будут, скорее всего, чемпионами Татарстана, чемпионами России и так далее Ну а почему бы и нет? И мы посмотрим, может быть, вместо Египта в группе А на чемпионате мира будет выступать сборная эконома Да, было бы неплохо Было бы неплохо, ты представляешь, матч в Питере Сборная России против сборной эконома Да, есть 65 тысяч зрителей И мы с тобой комментируем эту игру Давай перестанем фантазировать Поздравим еще раз с победой Институт управления экономики и финансов Вот они сейчас подходят в центру поля Я знаю еще, Саша, представляю, насколько тяжело сейчас объявлять Кто победитель в этом матче ведущему сегодняшней встречи – это Юрию Зонину Потому что всем известно, что Юра Зонин – это выпускник Института физики Поэтому он чуть ближе к своим ТИФ стал Ну а мы с тобой здесь не так заинтересованы в победе той или иной команды Мы были более беспристрастны Поэтому мы рады были бы и за тех, и за других Ну а сейчас у нас, друзья, будет церемония награждения Где будут объявлены лучшие игроки сегодняшней встречи А также будет вручен супер-кобок Казанского федерального университета Рядом с Юрой Зонином стоят Владимир Двоеносов и Алексей Ливанов И сейчас объявляют лучшего игрока Лучший игрок со стороны сборной физики Михаил Сисев, номер 17, капитан команды Он же капитан команды у нас, да? Так, точно, он капитан сборной института физики Ну и лучшим в составе победителя объявляют Олега Батькова Я лично очень горд за него и рад Я поздравляю Олега с этой персональной наградой Последний пенальти в этой встрече, если я не ошибаюсь Это же был он, это Олег Батьков Ну и, соответственно, второй гол Второй гол Олег забивал за свою команду так же Да Ну а теперь серебряные медали И тортик за второе место в данной встрече Ну то есть за... Ну поражение не хочется гореть, конечно За упущенную возможность стать чемпионами, можно так сказать Награждается... А, нет, сразу с золотых медалей решили начать Антон Тимохин получает торт от Владимира Военосова Вот такой вот сладкий кубок получает победитель сегодняшнего матча Я думаю, что до самого кубка мы тоже дойдем В трансляции я его сам видел И к нам приходит второй тортик, который получит команда Института физики И, кстати, турки-то эти не отличаются, по-моему По крайней мере, зрительно они очень похожи и размером, и цветами Так что, вот так Первая медалька падает на шею капитана сборной Института физики Ну а сейчас мы видим то, что серебряными медалями Медалями награждает начальник отделов физкультурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета Постоянный гость программы «Неделя спорта» Наш очень хороший друг Алексей Ливанов Он награждает серебряными медалями игроков сборной Института физики Как же приятно, наверное, получать первому номеру Института физики А именно Владиславу Ошмяко эту медаль Когда он сидел на банке всю игру Ну, получает вся команда, побеждает или проиграет тоже вся команда Итак, второе место в этой встрече Институт физики Скоро мы сейчас дойдем до победителей сегодняшнего матча А именно до сборной Института управления экономики и финансов Вот мы видим, около Юры стоит прекрасная девушка с кубком А кубок очень сильно похож на кубок чемпионов мира, если я не ошибаюсь Да, друзья, он очень похож на тот кубок, который вручается чемпиону мира По футболу, который в этом году будет проходить у нас Давай еще раз объявим состав победителей сегодняшнего матча Давай объявим, так я начну В воротах номер один Ислам Идиатулин Номер семнадцатый Антон Тимохин, капитан команды Номер тридцать седьмой Артур Халиков Номер пятьдесят пятый Владислав Коплунов Номер пятый Сардор Пир Назаров Номер двадцать третий Рамиль Загиров Номер девяносто седьмой лучший игрок встречи у эконома Олег Вадько Также номер девятнадцатый Пуркат Кадияров Номер семьдесят седьмой Рамиль Шеймуратов Ну и двадцать второй номер Ира Зудинов Ренат Главный тренер команды, это главный тренер нашей сборной КФУ по футболу Руслан Юнусов Сейчас Юрий Зонин объявляет и еще раз снова, кто стал обладателем Кубка И он вручается команде Они сейчас будут его поднимать и громко делать ваааа Ваши аплодисменты, наши первые обладатели Мы аплодируем Института управления экономикой и финансов за такую красивую игру Поаплодируем Институту физики за то, что они во втором тайме смогли отыграть то преимущество, которое нарастил Институт управления экономикой и финансов И то, что они подарили нам серию пенальти Ну а сейчас общекомандное, общесоперническое даже фото вместе с Кубком, который стал посередине Блин, это очень красиво Согласен, очень красиво И я надеюсь, друзья, что такие матчи мы будем наблюдать регулярно Особенно в этом месяце обязательно хотелось бы увидеть такой матч В рамках нового розыгрыша Кубка Ректора, который пройдет в конце декабря в спортивном комплексе Уникс Финальная часть будет проходить там Отборочная часть, по-моему, будет проходить, если не ошибаюсь, в Устане Мы будем следить за этим турниром И также мы будем следить за остальными матчами Казанского федерального университета Также и за другими сборными Казанского федерального университета Все вы это сможете видеть в программе «Неделя спорта», друзья, которые будут у нас выходить во вторник Ну что ж, на этом наш матч подошел к концу Большое еще раз спасибо всем командам Большое спасибо вам, зрителям, что вы досмотрели этот матч до конца Для вас сработала съемочная группа телеканала «Универтв» и пара комментаторов Роман Полинсков и Александр Диктиров Саша, попрощайся, мы уже будем заканчивать Спасибо вам, спасибо каждому зрителю, что смотрел этот определенно ярчайший и интереснейший матч Ну и, конечно же, ждите, скоро мы снова придем Да, ждите, скоро будем в эфире, друзья Оставайтесь с нами, смотрите телеканал «Универтв» Роман Полинсков, Александр Диктиров Велик для вас эту трансляцию Большое спасибо за внимание Пока-пока